В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Ненецкая региональная общественная организация «Общество краеведов» в этом году отмечает юбилей. Оно было создано 25 лет назад. Общество предоставляет возможность для самовыражения и реализации интереснейших проектов, позволяет понять и узнать особенности европейского севера России. Многие члены организации – это активные исследователи, которые могут приоткрыть для любого желающего тайны нашего округа. И у нас в гостях сегодня один из таких исследователей – Сергей Уваров и руководитель музейного объединения Елена Меньшакова. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Ольга! Сергей, расскажите, пожалуйста, каким образом вы планируете отмечать юбилей 25-летия «Общество краеведов»? Ну, юбилей мы, само мероприятие, торжественную часть мы планируем провести в здании Ненецкого краеведческого музея в актовом зале. Мы будем пригласить туда, соответственно, гостей, представить деятельность нашей организации, ну, рассказать немного об истории создания общества. Там у нас будет небольшая выставка размещаться, ну и, скажем так, наградить наиболее значимых членов общества на это мероприятие. А сколько членов общества краеведов на сегодняшний день у вас? На сегодняшний день у нас 37 человек являются членами общества краеведов официально. То есть это те люди, которые направили свои заявления о вступлении в членство общества краеведов. Вот, а в течение вообще всего существования общества, естественно, у нас гораздо больше было людей. Просто это жизнь, люди уезжают, приезжают, что-то меняется в этом жизни, ну, в мире. Есть люди, которые у нас ушли уже. Вот, поэтому, ну, сегодня, скажем так, из-за интересных таких особенностей, которые мы успели подчеркнуть, то, что у нас, допустим, среднестатистический член общества краеведов, его возраст 61 год. То есть, ну, мы такие, скажем так, серебряные волонтеры, как сейчас модно говорить. А как стать краеведом, как вот стать членом этого общества? Что нужно сделать, ну, кроме того, что любить свой край, нужно что-то еще? Ну, вообще, я считаю, что каждый житель Ненинского автономного округа, который живет, какие-то описывает, записывает какие-то интересные особенности, изучает свой край, он уже краевед. Но если формально, да, подойти к вопросу, стать членом общества краеведов, то это надо обратиться к обществу. Мы располагаемся в здании Ненинского краеведческого музея, это улица Победы, 5, заполнить заявление о вступлении в членство и прийти на первое такое в году общее собрание членов, где принимается решение о вступлении того или иного лица в общество. То есть могут еще не принять? Ну, естественно, это у нас, скажем так, не то чтобы, ну, как сказать, это такая возможность, да, то есть, ну, мы, как правило, у нас не было таких случаев, чтобы мы кого-то не принимали. Естественно, мы как общественная организация, мы для всех открыты, и поэтому, ну, любой желающий может прийти, мы его с удовольствием будем рады, если он еще будет активно работать, то мы будем рады вдвойне. Елена Геннадьевна, вот к вам вопрос, я знаю, что вы стояли у истоков этого общества. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляло в самом начале общества краеведов, как оно начиналось? Ну, Сергей Александрович сказал уже, что 25 мая 1996 года мы официально зарегистрировали устав нашего общества. В 90-е годы это время тяжелое было, для музеев тяжелое, да в целом для всей страны нашей было тяжелое время, когда не было финансирования, когда не было вообще ничего, наверное, да, был бартер, если вы помните, денег не было катастрофически, в музее не было своего помещения, мы тогда только переехали на третий этаж универмага из старого аварийного здания «Стыковолки-1». Там тоже были достаточно сложные условия пребывания музеев. И в то время здесь активно начала работу у нас на Ринмаре компания United Way на Ринмаре, если вы помните. И вот именно благодаря этой компании, американской, которая пригласила сюда тренеров, по созданию организации третьего сектора были проведены семинары. Семинары по обучению общественников тому, как работать в этих сложных условиях, как учиться писать проекты, как вообще получать деньги на финансирование из небюджетных источников. Мы участвовали в этих мероприятиях, мы прошли обучение, там были классные специалисты, классные тьютеры и тренеры, такие как ИСКАФ, например, до сих пор организация существует Архангельский гарант, это до сих пор существующая консалтинговая организация для третьего сектора. И вот эти замечательные классные тренеры научили нас вообще, как можно выживать в сложных, трудных условиях. Тогда было принято решение Татьяны Юрьевны Журавлевой, директором Ниньского краеведческого музея, что действительно создание некоммерческой организации может спасти и музей, и спасти музей не только государственные, но и негосударственные музеи, общественные музеи, так называемые, которые в Ниньском округе тогда существовали. И мы зарегистрировали организацию, выиграли первый грант, получили его, это была сумма почти, не помню, на наши тогдашние деньги 700 тысяч рублей, то есть это порядка, наверное, двух тысяч с лишним долларов было. Деньги немыслимые, огромные, и первый проект, который мы сделали, это был семинар для директоров общественных музеев нашего региона. Мы объездили все музеи, мы посмотрели ситуацию, мы постарались помочь музейщикам, мы провели семинар, мы издали брошюру, ну и, собственно, наладили учет в музеях. То есть с того самого сложного времени, когда музей еще краеведческий не воспринимался как некая ценность тоже в регионе, когда нам говорили, что давайте в администрацию свезем все ваши картины, развесим по коридорам, все-таки прошло достаточно много времени, я считаю, что общество краеведов внесло свою значительную лепту в то, что музей сегодня, музейное объединение сегодня является тем, той культурной институцией, очень важной и очень нужной региону сегодня, которая меняет жизнь на территории. Сергей, а если говорить о тех проектах, которые сейчас реализуют общество краеведов, что это за проекты, что вы делаете вообще, чем вы занимаетесь? Ну, скажем так, это разные проекты, они есть маленькие, есть крупные, наверное, такие самые, но слуху, которые последние годы были, это издание энциклопедии Нинистского автономного округа, которой занимались буквально 7-8, наверное, лет, буквально все члены общества краеведов и главные редакторы Карипанова Людмилы Юрьевны. Она, можно сказать, посвятила вот эти годы свое переиздание, вот переиздание, второе издание энциклопедии Нинистского автономного округа. Это у нас Юрий Викторович Канев, он многое издает, именно литературу такой краеведческой направленности. Марина Михайловна Калавангина пишет тоже, книги издает. Это проекты, которые поддержаны фондом грантов президента Российской Федерации. У нас сейчас три проекта были победителями этого конкурса. Первый у нас был «Наследие Пустозерска», проект, который был направлен на создание и поддержку деятельности, связанной с обустройством экологической тропы музея-заповедника Пустозерск. Следующий проект — это презентация книги памяти, которая прошла в предыдущий год, проект Андрея Сергеевича Николаева. Сейчас у нас с апреля начался третий проект, это называется «Нарьяна, ты?» «Изучить и сохранить дикого северного оленя». У нас проект больше направлен на два блока. Первый — это изучение состояния популяции дикого северного оленя в Нинске автономном округе. А второй блок — это после тех процессов, процедур исследований, экспедиций, которые будут проведены, это доведение информации для населения о том, что на сегодняшний день происходит с этим видом в регионе. И это уже планируется, ну, такой двухлетний проект, он начинается в этом году, закончится только в 2022 году. Сейчас написан еще один проект, связанный с презентацией, ну, продолжением проекта Андрея Сергеевича, с презентацией книги памяти. Также нас регулярно поддерживает администрация Нининского автономного округа, департамент внутренней политики, куда мы обращаемся с небольшими, скажем так, проектами, которые, как правило, они направлены в том числе на поддержку деятельности музейного объединения, то есть обоих музеев Нининского краеведческого и историко-культурного музея заповедника Пустозерск. Вот, мы стараемся сейчас поддерживать те проекты, которые есть в музейном объединении, которые создают, да, то есть которые пишут сотрудники музейного объединения. Ну и, скажем так, по мере свободного времени и сил, как бы стараемся как-то поддержать коллег. Часть коллег у нас являются, соответственно, и сотрудниками музеев, то есть часть коллег работает в образовании, часть коллег работает, вот как я, допустим, я сейчас работаю в сфере охраны окружающей среды, да, то есть вот общество краеведов, это как мое хобби, так назовем его, хобби, которое забирает часов 5-6 в сутки постоянно, вот, и поэтому, ну, каждый занимается чем может, вот, и каждый приносит свою пользу, да, то есть если взглянуть на состав членов общества краеведов, это все разные люди, абсолютно разные, да, то есть у них разные видения, мировоззрения, разные направления, кто-то больше, кому-то больше интересно изучать там какие-то выдающиеся события, личности, рассказывать про это, то есть преподносить это в виде каких-нибудь предметов, которые, допустим, передаются в музейное объединение, либо, ну, как я, допустим, я больше занимаюсь естественными какими-то исследованиями, да, то есть экспедициями, поддержкой там, изучением своего края и транслированием этой информации людям. У нас, к сожалению, такая есть тенденция, что жители округа, живя в округе, ну, не все, естественно, но часть жителей округа, они чаще всего ездят отдыхать куда-то в другие регионы, при этом, как бы, не знают тех уникальных родных объектов и культурных объектов, которые находятся непосредственно в регионе. Вот когда ты изучаешь какую-то территорию, и потом о ней рассказываешь, преподносишь, у людей как бы меняется, скажем так, восприятие, им хочется узнать что-то о своем месте, в котором они живут. Наверное, вот проект, который Пустозерский, да, вот этот экотропа наследия Пустозерской, это вот как раз один из таких проектов, да, который позволил, ну, привлечь дополнительное внимание к этой тропе, но я думаю, что у нас есть много других территорий, и эту территорию, естественно, нужно развивать, и мы будем стараться этим делать, и привлекать внимание к нам, к нам, внутри, в нашем регионе. А вот все эти проекты, они же требуют достаточно крупных средств, особенно издательская деятельность, да, ну, такие проекты, как всякие тропы, маршруты, это же все финансы, да. Кто сотрудничает с обществом краеведов, насколько охотно вы можете найти спонсор, вернее, насколько охотно спонсоры готовы какие-то предоставят средства для того или иного проекта, насколько вообще эта работа сложным ведется, и как она вообще происходит? Ну, Елена Геннадьевна не даст соврать, проектный менеджмент — это такое отдельное направление работы. На самом деле, если подходить к этому процессу более серьезно, то это должна быть целая команда, которая этим занимается, да, то есть фондрайзинг, то есть это люди, которые, ну, непосредственно занимаются поиском финансовых средств. То есть это их задача, да, то есть если когда ты формируешь команду проекта, у тебя есть люди, которые ищут эти средства, есть люди, которые управляют этими средствами, есть люди, которые реализуют проект, как бы если их вот разделять, как бы эти блоки, то, как правило, деньги найти, ну, сложно, но можно. Вот. Естественно, это разные источники. Это администрация региона, это гранты, вот как фонд президентских грантов, это какие-то частные могут быть пожертвования, это могут быть гранты бизнеса. Допустим, сейчас у музейного объединения есть проект «Нианг ЭКО», который участвует в конкурсе грантов «Паулу Койл». Если выиграют, то мы будем поддерживать музейное объединение, но проект музея, тем не менее. Это сбор средств, которые можно через Планета.ру осуществлять. Источников на самом деле достаточно много. Вопрос в том, как их искать и как умеешь их искать. Я больше работаю с природоохранниками, то есть с какими-то крупными федеральными национальными парками, заповедниками. У них, допустим, в некоторых нацпарках есть целые отделы развития, где сидят, допустим, 3-4-5 сотрудников, которые занимаются тем, что они мониторят различные фонды, объединения, где-то спонсорские помощи. Они занимаются поиском средств. Самый яркий и ближайший пример — это Кинозерский национальный парк, который ежегодно десятки миллионов привлекает на реставрацию, на поддержку каких-то инициатив местного населения, какие-то проекты, которые связаны с развитием национального парка. И это работает. И оно работает еще тогда, когда у тебя есть хорошая команда. И музейное объединение, музейщики — это всегда те люди, которые активно… Вообще они сами по себе в жизни активные люди, да? Но они активно воспринимают все новое и хотят это новое передать, поделиться. У них есть знания, база. И вот музейное объединение, мне чем нравится сотрудничество с Еленой Геннадьевной, о том, что она это все прекрасно понимает, она умеет искать деньги, она умеет работать в команде, она знает, как сформировать команду. И вот таким вот, скажем так, постоянным прикрытием друг друга, поддержкой, скажем так, мы выходим. Не скажу, что, может быть, то, что нам сейчас удалось добиться, — это как бы предел. На самом деле можно расти больше и дальше, и интереснее. Я думаю, что нас все еще ждет впереди. И самое главное — это понимать, что общество краеведов — это как общественная организация, ее конечный потребитель все-таки — это люди. То есть мы работаем прежде всего для людей, как и музей работает для людей, так и общественная наша организация прежде всего работает для людей. То есть наши все проекты, они социально ориентированы, то есть они ориентированы на людей. Самый простой пример — книга памяти. Казалось бы, презентация книги памяти. Казалось бы, презентация книги что-то такого. Но тем не менее, чтобы презентовать книгу, нужно было съездить буквально в каждый населенный пункт, пообщаться буквально с каждым человеком, у кого родственники погибли в период Великой Отечественной войны, какую-то информацию собрать, это много времени занимает, огромного времени, огромного труда стоит. И вот члены общества в свое время смогли это сделать в прошлом году. Я надеюсь, что такие проекты у нас будут и в дальнейшем в нашем регионе. Елена Геннадьевна, вот скоро затронули музейное объединение. Расскажите, пожалуйста, роль и участие музейного объединения в судьбе общества краеведов. Что вы делаете, как вы помогаете реализовать проекты, что вообще происходит? Вообще, общество краеведов, конечно, это наша дочка. Фактически мы ее создали, это общество создалось при музее и для помощи музеям государственным и негосударственным в нашем регионе. Но в целом объединилось за 25 лет, как сказал Сергей Александрович, достаточно разных людей. И было действительно реализовано очень много интересных инициатив, которые до сих пор живут. Достаточно вспомнить хотя бы год ненецкой письменности, который, вы знаете, длился у нас с 2002 по 2003 год. И сейчас ежегодно проводятся День ненецкой письменности. В рамках этого года проводились большие конференции международные, всероссийские по проблемам ненецкой письменности, сохранение языка и культуры традиционных народов нашего региона. Это важная, мне кажется, инициатива, которая была. Было издано достаточно много книг краеведческой направленности. К сожалению, наш регион не может похвастаться научно-исследовательскими институтами гуманитарной направленности. Да, естественно, научной тоже. Поэтому практически все, что издавалось по краеведению, по исследованию, касающейся нашей территории и гуманитарной сфере, это все издания, которые наши краеведы смогли выпустить. И огромная им благодарность за то, что благодаря усилиям наших специалистов достаточно высокого уровня мы закрываем белые точки в истории культуры нашего края и природе в том числе тоже. Конечно, общество краеведов – это важный партнер. Не только дочка, это важный партнер. Как сказал Сергей Александрович, мы всегда все делаем вместе. И я считаю, что огромной заслугой общества краеведов было создание и строительство нового здания Ниньского краеведческого музея. Если бы не члены общества, наверное, эта проблема не решилась бы в 2009 году, а может быть, была отложена на более долгий срок. Тем не менее, благодаря обществу все-таки мы смогли реализовать это большое строительство, и общество, конечно, нам очень-очень сильно в этом помогало. Конечно, общество краеведов – это наш огромный ресурс. Сергей Александрович сказал, что деньги, да, деньги нужны, но зачастую деньги не самое главное. Нужна идея. Нужна идея в первую очередь. И этими идеями члены нашего общества богаты. Они действительно генераторы идей. Мы всегда прислушиваемся к тому, что они предлагают. Более того, члены общества – это еще и надежная поддержка и опора. Если посмотреть, несмотря на то, что возраст средний у нас достаточно высокий у членов, тем не менее, это люди, которые имеют вес в жизни нашего региона. И среди членов общества у нас и почетные граждане города Нарьинмара, и почетные граждане Ненецкого округа Заполярного района. То есть это люди, которые имеют и общественный вес, имеют свой голос и могут будировать интересы нашей общественной организации на совершенно разных уровнях, включая всероссийский. Потому что Татьяна Юрьевна Журавлева, например, в начале 2000-х годов была первым представителем общества краеведов в Общественной палате Российской Федерации. Для нас это тоже очень почетно. То есть впервые, когда избирались представители от региона в эту общественную организацию всероссийскую, конечно, мы были представлены там очень широко, и для нас это тоже очень почетно. Поэтому, конечно, общество краеведов – это важная наша надежда и опора, что называется, для музеев. И сотрудничество с обществом мы постоянно продолжаем, и оно регулярно выливается у нас в вообще встречи, которые уже с 1996 года проводятся. И с легкой руки Светлана Петровна Хабаровой, как мы их назвали, краеведческими четвергами, так краеведческие четверги до сих пор у нас на протяжении 25 лет проходят практически каждый месяц. Члены общества краеведов являются первыми посетителями всех наших выставок. Они проводят апробации наших маршрутов, мы с ними объехали практически все близлежащие села и посмотрели и исследовали населенные пункты, поселения близлежащие. То есть это не только работа кабинетная, не только работа камеральная, но это еще и отдых, это еще и возможность хорошо провести время, пообщаться людям разных возрастов и напитаться друг от друга какими-то вот идеями, новыми смыслами, что для нас очень и очень ценно. И всегда это поддержка, всегда есть к кому прийти, всегда есть у кого попросить помощи, поддержки, но и в целом посоветоваться даже, это бывает иногда важнее, чем даже найти деньги. Поэтому огромное спасибо всем членам общества краеведов за то, что на протяжении многих лет они остаются верными нашей организации и постоянно поддерживают нас, музейщиков, в нашей замечательной работе совместно, я надеюсь. Елена Геннадьевна, вот вы сказали, что, еще раз сказали, что средний возраст 60 за 60 лет, но я знаю, что при музее существует школа юного краеведа, вы растите смену, и самые юные краеведы, которые в обществе состоят, сколько им лет, и вот насколько действительно вырастают из этой школы юного краеведа, есть кто-то, кто пришел к вам в объединение? Ну, пока школа юного краеведа у нас существует не так давно, все-таки с 2000-х годов, она, дай бог памяти, уже столько цифр в голове, по-моему, с 2008 года, Наталья Ивановна Хромцова, если что, поправит меня. То есть это достаточно молодая у нас такая поросль. Это школа, действительно, где учащиеся в неурочное время приходят и знакомятся с музеем, могут себя проявить каким-то образом. Но, к сожалению, есть некий прерыв, и знаете, что ребята, как правило, заканчивают учебное заведение, уезжают из округа, поступают куда-то в другие регионы, поэтому, конечно, вот этот прерыв не дает нам пока возможность получить назад наших музейщиков, молодых, юных. Я думаю, что это все со временем обязательно случится, и те люди, которые ужалены музеем хотя бы один раз, они все равно придут в музей. Музей – это командная игра, и командная игра, в первую очередь, с краеведами, с теми людьми, которые подпитывают нас интересом своим, в первую очередь, к региону, интересом к тем историческим, каким-то природным фактам, которые им интересны. Люди с горящими глазами, а не краеведы. А если говорить самому юному, сколько лет, краеведу, который в обществе, сам молодому. Я вот по себе вспоминаю, я вступил в общество, когда мне было 26 лет. Вот, у нас нет такого, что был там совсем юный, скажем так, член общества. Но сейчас самые юные, это где-то люди 30-35 лет. Все-таки Елена Геннадьевна права, что вот этот разрыв временной, он существует. То есть, если сюда приезжают к нам обратно специалисты и начинают уже работать, допустим, в образовании, в культуре, в каких-то других смежных профессиях, то тогда вот появляются молодые специалисты от 25, и они могут вступить в общество. Ну, а как долго они находятся, это вот уже жизненный путь показывает, скажем так, опыт этот. Можно я еще добавлю немножко. Все-таки, вот все, что касается возраста, наверное, именно с возрастом приходит понимание значимости истории культуры и природы. Потому что в молодом возрасте мы заняты учебой, мы заняты там какими-то своими вопросами об устройстве личной жизни, еще чего-то. А со временем мы к каким-то более другим ценностям все-таки ориентируемся, приходим. И вот это, наверное, откладывает свое впечатление и свой отпечаток на возраст, в том числе и от членов нашей организации. Сергей, а если говорить, ну, вообще на юбилеях принято говорить, да, о каких-то планах, да, о каких-то перспективах, вот каким вы бы хотели видеть общество, какие проекты хотели бы реализовать, ну, так скажем, через пять лет, да, к следующему юбилею, к следующей круглой дате? Отличный вопрос, на самом деле, потому что мы всегда смотрим в будущее. Естественно, можно сказать, в большей степени мы исследуем настоящее и прошлое, да, но мы смотрим всегда в будущее. В течение пяти лет, ну, вот если взять три наших направления, наиболее таких, как бы, постоянные, скажем так, в которых заняты у нас люди, это изучение исторических каких-то событий, то есть, допустим, увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны, то вот в этом направлении мы, допустим, хотели бы максимально собрать возможную существующую сейчас информацию у людей и родственников, которые, ну, приближены к тем событиям, да, то есть то, что можно собрать вот за эти пять лет, потому что, ну, вы сами представьте, да, пройдет пять лет, мы будем праздновать очередной юбилей победы, а, ну, как бы это грустно не звучало, объективно людей, которые видели эту победу, их уже может и не быть в этот момент, вот. А, собственно, собрать вот эту информацию сейчас, если мы ее сейчас не успеваем собрать, то мы ее не соберем никогда, ну, потому что не будет первоисточника такого, ну, то есть это будет сложнее, ну, такие вот, может быть, воспоминания, мысли, это было бы правильно, наверное, в этом направлении. С точки зрения культуры и этнографии, мы бы хотели увидеть новое, наверное, преображение, скажем так, нашего музейного объединения, мы хотим, чтобы оно становилось богаче, больше, интереснее, чтобы появлялись новые, скажем так, выставочные места, новые объекты показа. Ну, вот сейчас, к примеру, такой, наверное, интересный, яркий проект — это создание музейного дворика между двумя музеями, да, то есть некого такого общественного пространства, где бы люди, жители, которые, ну, не могут по каким-то причинам посетить музей, могли бы посетить вот это некое общественное пространство и узнать что-то интересное о нашем регионе. Было бы полезно, я думаю, каждому человеку. Вот, если брать с точки зрения сохранения и изучения природного наследия, естественно, я как эколог заинтересован в том, чтобы сохранить то богатство, да, которое есть на сегодняшний день в Ниницком автономном округе и передать это богатство нашим детям. То есть я заинтересован в том, чтобы дикие олени, к примеру, у нас существовали и были не редкими исчезающими, да, а чтобы они были в том количестве, которое, ну, позволяло как минимум бы как-то их использовать в будущем. Как это будет использоваться, ну, это уже вопрос будущего. Ну, и, естественно, раз уж мы столько разговаривали про молодую кровь, хотелось бы увидеть в ближайшие пять лет новых членов, я не знаю, не буду загадывать их сколько, их новые идеи, их новые проекты, возможно, они нам дадут какой-то новый виток развития. Вот. Ну, а если так вот вкратце подвести, допустим, итоги за пять лет, ну, на самом деле, очень много что сделано. Большой, ну, вот за последние, я говорю, пять лет, не буду говорить про 25, Елена Геннадьевна уже рассказала, действительно, и это первый проект, и поддержки музеев, и поддержка в строительстве зданий музея, и буквально вся литература краеведческой направленности, которая выходит из-под пирая авторов нашего региона, это все краеведы в той или иной степени каким-то образом связаны с этим. Вот. Ну, такой, наверное, вот всероссийский пример, да, у нас один из наших проектов, который президентским грантом был признан, вошел в топ-100 лучших проектов, да, то есть это тоже признание какое-то такое некое, то есть это 100 лучших проектов, там, 2018 года, реализованные обществом краеведов. На сегодняшний день мы единственная организация, которая в регионе, ну, имеет такой небольшой статус, как бы, самого крупного общественного российского фонда. Вот. Это для нас тоже значимо, я надеюсь, что это не первая такая заслуга, ну, и хотелось бы, естественно, каким-то образом подумать, выйти вот на международный уровень, на международное сотрудничество, да, то есть может быть обмен не только внутри, как бы, нашей страны, но и, как бы, поискать партнеров в других странах, там уже тоже есть прекрасные специалисты, которые могли бы дать что-то, какое-то новое дыхание. Вот. Это вот то, что вот, отвечая на ваш вопрос, то, что вот, скажем, я вижу, да, как это будет, ну, посмотрим, увидим, на то оно и жизнь. Я желаю, чтобы ваши все проекты сбылись, чтобы ваши все мечты тоже сбылись, и общество краеведов процветало. Наша программа подходит к концу. Огромное спасибо, что вы нашли время, пришли к нам на эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас были руководитель музейного объединения Елена Меншакова и член общества краеведов Сергей Уваров. Мы прощаемся с вами, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин